Салют, пипо! С вами Хьюман и как всегда глоточек полезной и вкусной информации для вас. Да, это оно. Сегодня, друзья, у нас насыщенно. Это и новые ряженки на 5 ГГц, и многогодовая поддержка условно стареньких сокетов АМ4, и новые топовые материнские платы, и ноуты на модных камнях, а также слитый инженерный образец Ryzen 7000 серии. Так что давайте тянуть не будем, и госмотреть я создал. Итак, друзья, начнем с ряженки 7000 серии. Что нам уже известно? Будет поддержка PCI-Express Gen 5, возможно установки и работы с АЗУшкой DDR5, ну и сокет LGA1718 будет совместим с кулерами для АМ4, так что можете не переживать. И, кстати, слухи о энергопотреблении также подтвердились, так что теперь у нас новенькая АМ5 будет потреблять до 170 Вт, ну вернее поддерживать мощность. Что касается производительности, то AMD заявила, якобы архитектура ЗАН4 обеспечивает более чем 15% прирост производительности, но это в однопоточном режиме. Плюс в два раза больше кэш L2, то есть 1 Мб, ну и частота в 5 ГГц. Само же утверждение о повышении на 15% относится именно к однопоточному тесту Cinebench R23 по сравнению с топовым Ryzen 9 5950X. Более того, AMD наконец-то раскрыла, что находится под новым радиатором, а внутри там находятся два 5-нанометровых чипсета ядра Zen 4 и один 6-наметровый на ввод-вывод. И также AMD подтвердила, что настольный процессор Zen 4 будет носить встроенную графику RDNA 2. Ну а новая серия настольных компьютеров Ryzen 7000 серии официально должна выйти уже этой осенью. Но это не касается точной даты. И да, друзья, хоть нам и засветили уже новенькое прогрессивное поколение AM5 от Лиза, да, непосредственно на презентации Компьютерс 2022, тем не менее она и сказала, что еще и AM4 будет поддерживаться многие годы. Сколько это на протяжении времени, конечно, непонятно, но учитывая сколько сейчас все это будет стоить, сколько сейчас это актуально по производительности и по играм, и по программам, я думаю, AM4 будет жить еще и очень-очень долго. Сам по себе сокет AM4 обладал, да и обладает колоссальным успехом среди пользователей, особенно среди интеграции с материнскими платами первых поколений 300 серии. Кстати, которые относительно недавно получили поддержку нового процессора от AMD с громадным кэшем Ryzen 7 5800X 3D. О нем мы говорили с вами не раз, так что если вдруг любопытно подробнее, даже с тестами, любопытно будет посмотреть. Глядите. Более того, хоть да, изначально красные сопротивлялись, но теперь есть поддержка старыми материнскими платами процессоров Zen 3 Vermeer. А что тоже круто. И в целом, дабы быть в курсе, за свою пятилетнюю историю, AM4 добавил поддержку 5 архитектур, 4 технологических узлов и 125 СКУ процессоров. А на днях компания подтвердила, что партнеры AMD по плате AMD создали до 500 различных плат. И, кстати, раз уж мы говорим с вами о матках, давайте о них. Я вам уже, ребятки, не раз сюжет оговорил о том, что цены на видеокарты сейчас это лютая садамия в вакханале. Причем, вне зависимости, какие у вас цели, если вы приобретаете себе GPU-шку. Ценник – самый основной параметр. Но есть и люди, которые пытаясь даже заработать, дают, пытаются давать рынку, ну, более-менее приемлемые и вкусные ценники. И вот, господа организовались и возят видеокарточки из Китая. Причем, как для людей, которым нужен именно опт, так и для людей, которым нужна розница. И, к слову, тут не только видеокарты. Сюда можно вписать и центральные процессоры, и материнские платы, и другая периферия, и атрибутика, и так далее, касающаяся ПК. И, кстати, также тем, кому интересно – асики. Так что да, железо предлагается любого человеческого настроения. Здесь все время любые ваши желания и прямые заказы обсуждаются в индивидуальном порядке. Более того, представляет любого рода консультации, ну, по железу и не по железу тоже. Причем, напрямую на русском языке, а не вот как это бывает, если вы там работали с Китаем, Alibaba, Aliexpress и так далее, ну, переводчик иногда тупит, особенно, когда первоначальный продавец, китайец зачастую, он пишет вам на китайском языке, и не всегда иероглифы переводятся корректно. То есть, если он пишет на английском, еще ладно. А здесь прям мой нативный язык ваш. Более того, вы также можете созвониться по видеосвязи, что еще комфортнее, чем чат, потому что таким образом вы можете увидеть, с чем вы работаете и с кем вы работаете. Продукция, естественно, вся новая, ценники очень приятны, а если вы еще и товарища затащите в эту движуху, ну, там, чтобы он тоже сделал заказ, то вы получите скидку здесь и сейчас. Не когда-то там в каком-то там заказе или какими-то бонусами, а прям по факту. Сама же методология приобретения, она просто 5 копеек. Вы изначально консультируете, задаете вопросы животрепещущие, которые вас очень сильно волнуют, причем любые, можете хотя бы даже поинтересоваться погодой в Китае, какой-то был президент до этого. Далее происходит разговор и, скажем так, составление долговорок о купле и продаже. Ну, а платить вы можете в своей национальной валюте, либо в USDT, что по мне даже как-то поудобнее. Само собой, перед отправкой вам вас фотографируют, я думаю, можно даже попросить видео товара, которым вы будете пользоваться в перспективе, ну, для того, чтобы вы посмотрели, как он выглядит, какие там, скажем так, серийные номера и так далее, чтобы прислали реально то, что вам фотографируют и снимают видео, а не понятно что. Ну и все, ждете от 12 до 16 дней, то есть технически пару недель. И потом, как всегда, балуйтесь, либо вы игрушки шпилите, либо майните, ну и либо и то, и другое. Так что, кори, интересно, стучитесь с ребятам в Телеграм. Ссылочки оставляю в описании. Удачи! Ну что, друзья, AMD подтвердила, что материнские платы X670i, они же экстрем, будут годиться для, цитирую, беспрецедентных возможностей экстремального разгона. Сие чудо разработано так, для того, чтобы везде предлагать PCI-Express Gen 5, везде, где только можно. С другой стороны, у нас есть и обычный X670, который также котируется, как для энтузиастов разгона. И, естественно, с поддержкой хранилища Gen 5 и опциональной графикой. Ну и третья, массовая и основная платформа на базе чипсета B650. Она будет поддерживать PCI-Express Gen 5, но только для хранения данных. Ну а говоря в общем, то материнские платы 600 серии, они нам предлагают до 24 линии PCI-Express Gen 5 для хранения и графики. Далее, до 14 линии SuperSpeed USB 20 Гбит в секунду, в тот же Type-C. Сюда же записываем поддержку Wi-Fi 6e, с DBS Bluetooth Low Energy 5.2. Более того, AMD сообщила, что данные материнские платы они будут поддерживать 4 видеовыхода. Это касается как HDMI 2.1, так и DisplayPort второй версии. И это вполне себе разумно, потому что в принципе, нас скоро ждет выходы APU-шек, они же Raffaeri и в простонародье «рафики». И, некоторые могут сказать, ну в смысле и, это же центральный процессор, это APU-шка со встроенной графикой, плюс еще и на RDNA 2. Это вкусно, да? Ну и на закусочку хранилище AMD Smart Access. AMD подтвердила, что ее новая платформа AMD поддерживает новую технологию под названием SAS. Она же добавляет технологию платформы AMD и декомпрессию графического процессора для тех же игр с поддержкой Microsoft Direct Storage. А это, ребятки, тоже звучит достаточно вкусно. И естественно, не обошлось и без упоминаний ноутбуков. Теперь у нас есть гремучая свесь, центральный процессор на 6 нанометрах, AMD Zen 2 Mendocino со встроенной графикой RDNA 2. Прежде чем AMD выпустит серию Ryzen 7000 под названием Dragon Rage Phoenix с ядрами, к слову, Zen 4 для ноутбуков, компания также собирается представить обновленные ядра Zen 2 с использованием 6 нанометровых техпроцесса. То есть, по факту, это комбинация ядер Zen 2 и новейшая графическая архитектура AMD RDNA 2. Которая, кстати, дебютирует в четвертом квартале этого года. И сам же прост с Mendocino он будет обладать всего четырьмя ядрами и, соответственно, восьмью потоками, что уже напрашивается на ответ и на аргументацию, что данный камень не годится для, ну скажем так, продвинутых игр или игр среднего образца. Пошпилить, конечно, в какую-нибудь кресочку и доточку получится, но данные ноуты официально уже можно сказать, что не созданы для игр или какой-то высокопроизводительности, типа графики. Уж тем более. Но с другой стороны, и удивляться нечему, потому что изначально данный соки разрабатывался для того, чтобы были, ну скажем так, маломощные ноутбуки, но при этом они могли спокойно работать от батареи часов в 10, если не больше. Ну а по оценкам AMD, ноуты с этим камнем будут стоить от 400 до 700 долларов и предлагаться они будут с двумя осями. Либо винда, либо хром ос. Кстати, любопытный факт. Процессоры Mendocino станут уже вторым камушком AMD Zen 2, который основан на 6 нанометрах от TSMC. Да, ранее красные уже анонсировали эпиюшку Van Gogh для Steam Deck, точно с такой же комбинацией вычислительных и графических архитектур. Ну и теперь же, ребятки, я все-таки с вашего позволения вернусь немножечко к началу. Да, тогда, когда мы с вами говорили за райзен 7000 серии, потому что сейчас в сеть слетела информация за инженерный образец на 16 мать его ядер, причем который уже подключен к материнской плате. И да, даже невзирая на то, что это инженерный образец. В глаза сразу же бросается достаточно нетипичный дизайн крышки теплораспределителя. И напоминаю, еще первая утечка, которая произошла в январе этого года, указывает два кода OPN для инженерных образцов AMD. Это 665 и 666. В итоге первый предположительно представляет из себя 16-ядерный процессор с 32 потоками. А вот модель под номером 666 это 8 ядер и с процессором на 16 потоков. Если точнее, то проц с кодом OPN665 он еще появился в утечке от Milky Way Home, это ник, скажем так, Сливера, где программка в свое время обнаружила 32 процессора. Хотя потом стало ясно, что это софта, она именно так интерпретирует количество потоков. И кроме того, в сети появилось видео с процессором установки для нового сокета AMD AM5 на LGA 1718 от компании MSI. Правда, не знаю, его скрыли и удалили этот видос, поэтому, если вы вдруг его сейчас не видите, ребятки, сорян, мог что, что мог, кто сделал, просто не успел скачать. Но, тем не менее, там установка была достаточно проста, никакой тяжбы там нет и, насколько мне известно, AMD уже давно протекует такой способ подключения. Ну что, ребятушки, как вам обновы от AMD? Напишите в комментариях, любопытно узнать ваше мнение. Вообще, будет жить тот AM5 и все остальное, или же на AM4 еще долго будем кататься, невзирая даже на DDR5 и все-все остальное. Ну, на этом, ребятки, у меня для вас все, и огромное спасибо вам за поддержку в спонсорстве YouTube, в Патреоне, в Донатах и в Бусти. Все это вижу, все это ценю. Но с вами, как всегда, был Хьюман, и, как всегда, кайфовые вам игры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok